Слово Божие ясно учит, что каждый верующий призван быть христовым свидетелем. И если это так, то как следует ему свидетельствовать о своем Спасителе? Это очень важный вопрос, так как есть много верующих, которые не знают, как следует им свидетельствовать об Иисусе Христе. Причина может не обязательно быть от нежелания свидетельствовать, но от незнания, как свидетельствовать. Дорогие друзья, мне не нужно подчеркивать серьезность этого вопроса, ибо от нашего свидетельства зависит завершение Божьего плана евангелизации всего мира перед тем, как Христос придет во второй раз. Он сам сказал, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Одним из лучших библейских примеров свидетеля Христова является Иоанн Креститель. И сегодня я хотел бы взять в пример его свидетельство о Христе. Из него мы можем подчеркнуть чудные уроки о том, как следует нам свидетельствовать об Иисусе Христе. И вот в основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем, начиная с 29 по 34 стих, из первой главы Евангелия от Иоанна. Тут сказано так. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот, или смотрите, агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Думаю, что не будет лишнее, если я повторю то, что мы уже не раз говорили, а именно, что свидетельствовать мы должны нашими устами, словом. Свидетельство примерной христианской жизни – это само собой разумеется, но оно недостаточно как свидетельство. Свидетельство должно выразиться в словах. Если нет, то мы будем похожи на того юноша, который, будучи воспитан в христианской семье, и поступил в университет. Его родители были очень озабочены о том, как ему, как христианину, там повезет. И вот, когда он вернулся домой во время рождественских каникулов, то первый вопрос родителей к нему был, «Ну, как с тобой поступили в школе?» «О, превосходно!» – сказал он. «Никто даже не узнал, что я христианин». Дорогие мои, как может чадо Божие не говорить об Иисусе Христе? Ибо свидетельство, которое Христос поручил в своей церкви – это свидетельство словом о нем. Проследите хотя бы разбираемые нами Евангелие от Яна, и вы обнаружите, что каждое обращение сопровождалось устным свидетельством. Правда, в некоторых из этих свидетельствах вы найдете определенные недостатки, даже ошибки. Да, они несовершенны, как и наши несовершенны. Что, если Господь зависим был от только совершенных свидетелей? В таком случае вряд ли кто услышал бы о Христе. Например, возьмем свидетельство, сказанное Филиппом, Нафанаилу, которое мы находим здесь, в этой первой главе. В его свидетельстве вы найдете большую, да, даже серьезную ошибку. Но это все, что он знал, и то, что он знал, о том он и засвидетельствовал. И представьте себе, Нафанаил обратился через такое несовершенное свидетельство. Филипп ему говорит, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета». В этом свидетельстве серьезная ошибка. Мы знаем, что Иисус не был сыном Иосифова, но Филипп, видимо, этого не знал. Он сказал то, что он знал, и привел Нафанаила прямо к Иисусу. И когда он встретился с Христом, то, слушайте, что Нафанаил говорит, «Рави! Ты сын Божий, ты царь Израилев!» Личное встрече с Христом исправило ошибку Филиппа, и Нафанаил узнал, что Христос не сын Иосифова, а сын Божий. Дорогие мои, не будем ждать, пока мы все узнаем и все поймем, перед тем, как мы будем свидетельствовать о Христе. Если так, тогда мы никогда никому не скажем о Нем. Скажем то, что мы знаем, и в то же время будем прилагать всякое усердие, узнать больше и больше о нашем Господе. Или возьмите другой пример – женщину-самарянку. После своей встречи с Иисусом она еле добежала до города и сразу начинает свидетельствовать. Она не решилась на молчаливое свидетельство, мол, пусть узнает, кто я теперь такая по моему поведению. Нет. Она бежит и говорит, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Вы заметили? Ее свидетельство с вопросительным знаком. Но она тем не менее свидетельствует. Она говорит, пойдите, посмотрите. Филипп тоже говорит Нафанаилу, пойди и посмотри. Это, дорогие мои, и есть цель нашего свидетельства – приводить людей к личному познанию Иисуса Христа, как бы нелепым оказалось бы наше свидетельство. Заметьте, как в своем свидетельстве первое, что Иоанн делает, он указывает на Христа. Он говорит, вот агнец Божий. Это слово «вот» значит «посмотри». Иначе говоря, Иоанн, видя Иисуса, идущего к нему, говорит, посмотрите, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так что первое, чему мы можем научиться из этих примеров свидетелей, это то, что все они свидетельствовали словом, и все они приводили или указывали людям на того, о котором они им свидетельствовали, то есть на Иисуса Христа. Это, дорогие мои, самое основное, что каждый свидетель должен знать. Но Слово Божие говорит, чтобы мы стремились к совершенству. Мы должны узнать, как можем мы стать лучшими и более эффективными свидетелями, и кто может послужить нам лучшим примером, как не Иоанн Креститель. Итак, чтобы быть достойными свидетелями Иисуса Христа, мы должны в первую очередь знать, кто Он, кто Иисус Христос. Да, можно знать Христа, как своего Спасителя, и в то же время быть очень ограниченным в нашем познании о Нем. Сила нашего свидетельства, дорогие мои, знание того, о ком мы свидетельствуем. Первое, что мы должны знать, это, кем является Иисус Христос. Иоанн знал. Вы заметили, как в своем свидетельстве Он в первую очередь указывает на божественность Иисуса Христа. Этой истиной Он начинает, и этой же истиной Он кончает. Своё свидетельство. Его первые слова – вот Агнец Божий. И его последние слова – сей есть Сын Божий. Возлюбленные, с этого должно начаться наше свидетельство. Ибо на этом факте божественности Иисуса Христа основано всё христианство, всё Его учение и, следовательно, наше спасение. Теперь отметим дальше свидетельство Иоанна. Представив Христа Агнцем Божиим, который берёт на себя грех мира, он дальше подтверждает Его божественность, говоря так, «Сей есть, о котором, я сказал, за мною идёт муж, который стал впереди меня, потому что был прежде меня». Вы заметили, Иоанн говорит, «Он был прежде меня». И тут он подтверждает божественность Христа, говоря, что Он существовал до своего рождения. По плоти Иоанн был старше Христа на шесть месяцев, и всё же он говорит, что Он был прежде Его. В нашем свидетельстве о Христе мы должны быть не только уверены в божественности Иисуса Христа, но мы должны знать, как указать эту истину другим. И для этого, дорогие мои, мы должны быть сами уверены, кем является наш Спаситель Иисус Христос, что Он воистину Сын Божий. Многие верующие никогда не были сопоставлены с этим вопросом, и в результате не знают, как свидетельствовать эффективно о Христе. Дальше, знаем ли мы, что Христос сделал для нас? Можем ли мы показать, свидетельствуя другим, что Иисус Христос совершил для нас? Ясно ли оно для нас лично? Вот агнец Божий, который берёт на себя грех мира. Понятно ли для нас дело спасения, которое совершил Христос Своей смертью на Голгофском кресте? Дорогие мои, когда мы свидетельствуем людям о спасении, имеем ли мы сами ясное представление о заместительной смерти Христа? Понятно ли нам, что наше спасение Христос полностью совершил для нас, что сами мы ничего не можем к Нему добавить или сделать, чтобы Его заслужить? Но что Христос Его совершил Своей смертью? Агнец говорит нам о жертве, и при том о заместительной жертве. Справедливость Божия требовала должное наказание за грех, и мог принять на себя наказание только тот, который сам был без вины. Христос стал этой жертвой за грех, этим причистым агнцем, который взял на себя наказание наше. Да, Он выпил до дна чашу Божьего гнева, чтобы нас избавить от вечного мучения. Еще в далеком прошлом Исаий так пророчествовал о заместительной смерти Христа. Он изъявлен за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Господь возложил на Него грехи всех нас. Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Уверен ли ты, мой дорогой брат и сестра, в твоем спасении? Знаешь ли ты, что все твои грехи прощены, и что Христос полностью совершил твое спасение? Если нет, то жалкий ты свидетель. Подумайте, какая привилегия сказать другим, что Христос умер за них, что они могут иметь полное оправдание во Христе, что он, агнец Божий, взял не часть, не некоторые, но весь грех полностью на себя и понес его на Голгофский крест, и там умер на нашем месте праведный за неправедных. О, какую радостную весть имеем мы для грешника, что ему нужно только верить, то есть принять этот чудный дар Божьей любви, и он спасен, и что в этот самый момент он имеет новую жизнь, а с ней радость и свободный доступ к Богу. Ясно ли это для нас, дорогие друзья? Имеем ли мы эту уверенность, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу? Если да, тогда свидетельство наше не останется без плода благодарения Ему. Но, возлюбленные, мы должны также знать, как привести грешника к познанию Христа. Вы заметили, как дважды в нашем тексте Иоанн Креститель говорит «Я не знал Его». Несмотря на то, что по плоти Иоанн был родственник Христу, он тем не менее не знал Его. Что он хочет этим сказать? Помните, как апостол Павел говорит «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Иоанн тоже знал Его по плоти, и все же Он Его не знал как Своего Бога и Спасителя до тех пор, пока Дух Божий Ему не открыл эту истину. Христа, дорогие, можно познать только откровением свыше. Вы заметили, Иоанну Дух Божий открыл, кем Христос был, и только тогда Он Его познал. До этого Он Его не знал, но когда Дух Святой, видя голубя, сошел на Христа, тогда Он мог сказать «Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Возлюбленные, как бы не убедительно и точно, согласно Писанию, было бы наше свидетельство, то мы должны сказать, что все это наше знание не приведет человека к Богу, если мы не возьмем в учет Духа Святого. Дух Святой должен открыть грешнику истину. Мы должны все цело рассчитывать на Духа Святого, чтобы Он открыл грешнику не только, кем является Иисус Христос и что Он совершил для Него, но Он должен дать Ему и свидетельство, то есть внутреннюю уверенность, что Христос – Его личный Спаситель. Но, дорогие мои, мы еще не все сказали. Как свидетели Христа мы не только должны рассчитывать на Духа Святого, чтобы Он действовал в сердца грешника, но Он должен и нами владеть. Христос сказал «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас, и вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Братья и сестры, чтобы быть эффективными свидетелями, мы должны быть исполненными Духа Святого. Бог не велит нам идти нашей силой и приводить человеческие души ко Христу. Он знает, что это невозможно, и поэтому дает нам сперва силу, силу Духа Святого, и затем говорит «Теперь вы – мои свидетели». О, как мы нуждаемся в этой силе, дорогие друзья! Дай нам, Господи, эту силу свыше, чтобы через наше свидетельство погибающей души нашли мир у Голгофского креста. «Услышь нас ради Христа, мы просим!» Я молю, чтобы Дух Божий сейчас совершил свое дело в твоем сердце. Аминь. «Услышь нас ради Христа, мы просим!» Продолжение следует...